Перед встречей со старшинёй Гомельского Аблова-Канкама Владимиром Дворником, былых керуючих работников познайомили с житём Хойницкого района и показали одно из лепших мясовых предприемств. На Полеском вытворчем участку открытых акционерного товарыства «Мелковита» многие из этих людей не упершинё. Были старшини Райкама, керуюники управления и комитета Гомельшина с предприемствами региона, знаемые добра. Але, я кажусь, такой шестиней при гажосте у их час не было. Сегодня был и Хойницкий молочный завод у выходить у состав открытых акционерного товарыства «Мелковита» и специализуется на вытворчасти твёрдых и плавленных сыров, сухой сыроватки и сметанкового масла. Гэта маль безадыходная, поспяховая вытворчасть. Рентабельность от выпуску сыроватки складает 22%, от сыров до 33%. Большость продукции идёт на экспорт. И гэта заправдный поспех. Завод был побудованный перед Шарнобылем. На полную магутность комбинат вышел усяго за год до катастрофы. Авара НШЭС сурьёзно подкасила предприемства. Большость обстаневания пришлось и консервовать. Выжили только на техничном казеине. Это небо и земля. Мы вначале только думали, что делать с этой сыроваткой. И вот уже через 16 лет я увидел воочию, как вопрос решён, и она вся перерабатывается в сухом виде. Яшедно новая и показальная вытворчасть Хойницкого района молочно-товарный комплекс «Пудаколк» – супвелетин. У минулого года тут надоели свыше 6000 литров молока на корову. При этом якосного, переважного, тонку экстра. Выручка от реализации после закрытия у всех выплат дозволяя накеровать гроши на развитие. Живёлы утрымливаются на фермах круглый год, без выпасу. При этом умовы можно сказать санаторные. На таких фермах повеличивается термин «життя коров» и перед лактации. До того, что работникам значительно легче. Самые працаемки операции автоматизованы. Ветераны кирующих аппаратов з'являются. У свой час чули, что такие фермы працуют в экспериментальном парадку за мяжой. А ля тады не верылася, что такое можно будзе убашить лишь и в кожном районе Гомельшины, да тем больше у Хойницки. А ля час показал ничего не махшимого, не амакали грамотно подойти до справы. У керавництва района яши великие планы. Развивать производство. Самое главное. Будем развивать производство. За производством пойдут социальные объекты. Но самая главная задача у меня, председателя, ту, которую задачу наставит президент Республики Беларусь, губернатор, это улучшение благосостояния населения. А пошний пункт у плане визита у гостей – Хойницкий краезнавший музей. Тут проходит сустрейша со старшинёй Гомельского Абл-Ваканкама у неформальной обстановцы. И окажа у Владимир Дворник хотелось осустрейся с коллегами, заслуженными людьми у сябровской атмосферы. То, что сюня мая Гомельшина у многим и их заслуга. Такси инакш, кожный наступный керавник учится на помылках и поспехах попередников. Размова у пешую чергу в развитии Гомельской области и у приватности Чарнобыльских районов за опошние пять годов. По мыльниках минулой пяти годки ёсчым гонорыц, рассказывает губернатор. Прамысловая вытворчасть выросла на 9,5%. Вытворчасть сельгазпродукции – на 14%. При этом на одного же хара в области на 7% выраблена сельгазпродукции большим у сяреднем по республице. По узровне оплаты працы наша область заховывает другое место Украине. Знаковые достигнение – повышение агульной протяглости життя и поляпшение демографичной ситуации. Пришым зараз, больш за все дятей наражается миновиты у районах потерпелых товары на ЧАЭС. У шарнобыльских районах так само активно растя вытворчасть и активизуется приватный бизнес. И такие темпы снижать не сбираются. У целом у Гомельской области головная задача зараз – поднять якость життя людей. А гэтага максимум добиться только ростом экономики. Мы все понимаем сегодня, что если будет увеличен объем производства, будут дополнительные числения в бюджет и создание условий для человека, который живет на этой территории. Поэтому еще раз экономика, экономика и экономика. Анастасия Кучинская, Игорь Марышин, котелерадиокомпания Гомель, Схойницкого района.